Всем привет! С вами Кристина Володина. Я спортивный врач, реабилитолог и основатель ЗОЖ-проекта Nordic Health, в рамках которого мы лечим, проводим образовательные семинары и тренируемся, в том числе в формате аутдор, методом скандинавской ходьбы. Сегодня мы пришли в магазин «Сплав», чтобы узнать все тонкости экипировки, в частности, для занятий на улице. Идем? Мы добрались до курток. Как их правильно выбрать, с учетом погоды, с какой начинкой внутри. Все это и многое другое расскажет нам Анастасия, сотрудник магазина «Сплав». Настя, привет! Привет! Будет много интересного. Настя, давай разберемся в деталях выбора куртки, потому что здесь их достаточно много представлено. От чего мы отталкиваемся? Во-первых, мы смотрим на погоду за окном и на то, насколько долго нам нужно проводить время на природе. 35 минут минимум. Мы точно будем ходить с палками, еще делать какие-то упражнения. И, например, за окном минус 15-20 градусов. При этом дует ветер и идет снег. Это склибо на душе, но несмотря на это... Но дома сидеть нельзя. Куртки отличаются утеплителем. Утеплитель есть синтетический и пух. Для активностей пух, как утеплитель, мы не выбираем, потому что нам нужны те куртки, которые легко сохнут и отводят влагу от нашего тела. Это, опять же, за счет мембраны или еще какие-то более продуманные технологии? Это свойства и самого утеплителя, и внешней ткани. Мембранная ткань. Например, на этой куртке мембранная ткань и синтетический утеплитель. Мембранная ткань не промокает. Если пойдет мокрый снег, вам ничего не будет. Но при этом отводит влагу хуже, чем немембранная тонкая ткань. Но эта куртка легко промокнет. Следовательно, если минус 15 и обещает снег, и в целом, даже если не обещают снег, то мы выбираем более плотную, во всяком случае, на ощупь структуру, чтобы не замерзнуть, позаниматься в комфорте, не заболеть и все прочее. Окей. Насколько я знаю, необходима многослойность в одежде зимой. Мы разобрали уже термобелье, опять же, в зависимости от того, какой градус на улице. Сверху термобелья. Можем ли мы, например, сделать такую комбинацию, если вдруг мы счастливые обладатели целых двух курток, с мембраной и без мембраны, надеть вторым слоем данную куртку, а сверху еще более плотную? Или все-таки вместо этой куртки лучше надеть флиску? С двумя куртками вам будет значительно теплее, особенно если качество утеплителя позволяет быть легким, компактным, потому что между двумя слоями одежды вам нужен компактный слой. Флиска хороший вариант. Если холоднее, чем минус 10, вы можете смело одевать дополнительные утепляющие слои под вашу верхнюю теплую куртку. Но главная особенность, чтобы вам было удобно двигаться, чтобы ваша многослойность не сковывала движения, вам нужен оптимальный крой одежды. Такой образ-сайз. Это называется именно артикулярный крой, когда при любых движениях... Вы не чувствуете себя капустой. Это точно. Во-вторых, при активности у вас легкие шире раскрываются. Плечи как будто бы становятся больше. Так вот, об этом поподробнее. Поэтому вам нужен именно комфортная посадка всех слоев одежды. При комбинации учитывайте, особенно при подборе размеров. Если вы любите куртки в обтяжку, вы можете отлично в них выглядеть, но вам будет неудобно двигаться в тренировках. А если, например, мы наденем термобелье, потом вот такую классную жилетку, как у вас, и сверху теплую куртку, можно ли так? Или все-таки рукам будет холодно, потому что, в частности, занимаясь княвской ходьбой, очень важно, мы помним, движение в верхнем плечевом поясе, в частности, скольжение лопатки. И, естественно, чем больше вокруг данных областей, регионов, суставов у нас вещей, тем, конечно, это делать сложнее. Можно ли рассматривать жилетку? Или все-таки жилетка – это такой более осенне-весенний период и как легкая накидка сверху? Сочетание теплой одежды с жилеткой – оптимальный вариант. Отсутствие дополнительного утепления в руках не сковывает движение и позволяет свободно двигаться, при этом сохраняя комфортное тепло в области торса. Супер! Я хотела обратить внимание, что есть разные прекрасные цвета. Например, вот эта вот малина. Правильно называю? И хотела обратить внимание, спросить. Данная куртка, она отличается от тех, что мы только что показывали. У нее такая флисовая внутренняя часть, и она как будто бы прорезиненная. На какой период эту куртку можно рассмотреть? Этот тип материала называется софтшелл. Утепленный софтшелл в данном случае, который не продувается здесь в куртке. Комбинация с синтетическим утеплителем. Эту куртку можно использовать при активности осенью, весной и холодными летними вечерами и днями. Но при этом ее идеально использовать как утепляющий слой и зимой, потому что она хорошо отводит влагу, не сковывает движения за счет кроя. Как будто бы утепленная флиска. Да. Кофта. При этом не продувается ветром. Если вам жарко, вы пришли на площадку, делаете дополнительные упражнения с высоким функционалом. Вы снимаете верхнюю куртку, занимаетесь в этом, потом сверху одеваете. При этом, если вы сняли верхнюю куртку, у вас не продует ветром. Я в такой катаюсь зимой на лыжах и бегаю в любую метель. А непродуваемые куртки, потому что все-таки, надеюсь, зима закончится, начнутся дожди. Как тренироваться в этих условиях? Дождь тренировки не помеха? Естественно. Есть оптимальный вариант мембранной куртки. И, как мы видим, яркий, очень кайфовый звенский цветок. Эта куртка позволяет тренироваться в любых условиях, именно суровых, под дождем. Если дождя нет, то тоже можно тренироваться. Ветер, сильный ветер? Сильный ветер, дождь, мокрый снег, плюс 5. Вы надеваете внутрь теплую одежду. Даже, возможно, такую. Или термобелье, если уже дело ближе к завершению весны. По комфортным условиям. Сверху надеваете эту куртку. Она имеет удобный капюшон. Если даже льет ливень, вы точно смело можете походить в тренировку 40-50 минут. Будете чувствовать себя комфортно. Здесь трехслойная мембрана. Трехслойная, это значит, что есть внешний слой с обработкой от влаги. Внутренний слой добавляет механические прочности. И мембрана, то, что мы знаем, как название гортекс. Здесь не гортекс, а особая японская мембрана. Сама мембрана позволяет отводить влагу от тела. При этом никакие капли дождя на вас не попадут. Это я по-простому сказала. На самом деле, пористая структура мембрана – это то тонкое свойство материала, которое позволяет внутри оставаться сухим при нагрузках. Потому что в любой нагрузке вы потеете. Тело имеет свойство дышать. То, что мы называем дышимой тканью и недышимой. Эта ткань непродуваемая, не пропускает дождь, при этом дышит. Все, я иду мерить. Подводя итог, обращайте внимание, из какого материала изготовлена куртка. Она должна быть водой и ведра непроницаемой. Удерживать тепло, отводить лишнюю влагу в виде пота. Также можно смело использовать несколько слоев, где вторым слоем будет куртка, особенно если за окном очень холодно. В следующем ролике мы рассмотрим важные мелочи для безопасных тренировок на улице. Всем пока!